Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Сегодня мы проводим урок по химии для десяток классов. Тема урока называется углеводы. Целью урока является изучение состава углеводов и рассмотрение классификации углеводов. На уроке мы еще рассмотрим с вами представитель моносахаридов глюкозу, свойства глюкозы, строения глюкозы. Также рассмотрим свойства сахарозы как представитель дисахаридов. И во второй части урока мы рассмотрим с вами полисахариды. Из полисахаридов рассмотрим крахмал и целлюлозу. Итак, приступаем к изучению темы. Углеводы – органические вещества, молекулы которых состоят из атомов углерода, водорода и кислорода. Причем водород и кислород в них, как правило, находятся в таком же отношении, как в молекуле воды, то есть два к одному. Общая формула углеводов, как видно здесь на мониторе, Cn в скобке H2Om. Они как бы состоят из углерода и воды, отсюда и название класса, который имеет исторические корни. Они появились на основе анализа первых углеводов. Давайте рассмотрим формулу углеводов. Пусть n в составе общей формулы будет равно 5. Тогда согласно общей формуле будет формула C5H10O5. Этот углевод называется рибоза. Если n равно 6, то формула получится C6H12O6. Это формула глюкозы. Есть исключения. К таким углеводам относится C5H10O4. Называется дезоксирибозой, которая входит в состав ДНК. Рассматриваем классификацию углеводов. Как видно, углеводы делятся на три большие классы. Это моносахариды, дисахариды, полисахариды. Моносахариды – это глюкоза, рибоза и фруктоза. Дисахаридам относятся сахароза, мальтоза, лактоза. А полисахариды – это крахмал, гликоген, целлюлоза. Моносахариды – это углеводы, которые не гидролизуются, то есть не разлагаются водой. Поэтому при рассмотрении классификации моносахаридов по числу атомов углерода мы делим моносахариды на три озы, тетрозы, пентозы, гексозы. В составе триоз содержится три атома углерода. В тетрозах четыре, в пентозах пять атомов углерода и в гексозах шесть атомов углерода. По числу функциональных групп в молекулах моносахаридов имеются карбонильная группа и гидроксильные группы. А моносахариды в зависимости от карбонильной группы делятся на альдозы и кетозы. Представители альдоз – это глюкоза, например, и кетозам относится фруктоза. Как видно, формулы и глюкозы, и фруктозы одинаковые, но они являются в зависимости от карбонильной группы. Либо альдозами – это глюкоза, и кетоза – это диссахариды. Это глюкозиды моносахаридов. К ним относятся сахароза, лактоза и мальтоза. Как видно, здесь сахароза имеет формулу С12H22O11. Состоит сахароза из двух остатков веществ. Это остаток глюкозы и остаток фруктозы. Широко распространена в растениях сахароза. Содержится в корнеплодах свеклы от 14 до 20%. В стеблях сахарного тростника от 14 до 25%. Сахароза является транспортным сахаром, в виде которого углерод и энергия транспортируются по растению. Лактоза также соответствует формуле С12H22O11. Содержится в молоке и получает в сыроваренной промышленности из молочной сыворотки. После отделения творога сбраживается особыми лактозными дрожжами, содержащимися в кефире и кумысе. Мальтоза называют солодовым сахаром. Олигосахарид, то есть к группе дисахаридов относится, обнаружено во многих растениях в небольших количествах. В больших количествах накапливается в солоде. Называют солодовым сахаром, как видно. Содержится в пшенице, ячмине. Мальтоза образуется в растительных и животных организмах в результате гидролиза крахмала под действием амилаз. Полисахариды – это углеводы, которые гидролизуют с образованием множества молекул моносахаридов, чаще всего глюкозы. Это общее название класса сложных высокомолекулярных углеводов. Молекулы состоят из десятков, сотен или тысяч мономеров моносахаридов. Полисахариды необходимы для жизнедеятельности животных, растительных организмов. Они являются одними из источников энергии, образующейся в результате обмена веществ организма. Они принимают участие в процессах, обеспечивают цепление клеток в тканях, являются основной массой органического вещества в биосфере. Полисахаридам относятся крахмал, целлюлоза, гликоген и хитин. Здесь вы видите фрагмент молекулы целлюлозы и содержание в природных соединениях. Чтобы вывести формулу полисахаридов, нужно от молекулы глюкозы C6H12O6 отнять молекулы воды и записать выражение в скобках с индексом N. Тогда у нас получится общая формула углеводов Cn в скобке H2Om. Здесь вы видите содержание целлюлозы, как структурного полисахарида, является основным компонентом клеточных стенок растений. Придает растению механическую прочность и эластичность, выполняет роль опорного материала. В природе не встречается в чистом виде, встречается в составе волокон хлопка. Но волокна хлопка содержат около 96-98% целлюлозы. В различных видах древесины содержится от 40 до 60% целлюлозы. Волокна льна и конопли состоят из клетчатки, то есть из целлюлозы. Следующий полимер. Крахмал образуется в растениях. Молекулярная формула C6H10O5 за скобка N состоит из остатков альфа-глюкозы. Молекулярная масса до нескольких тысяч углеродных единиц. И как видите, здесь показана структурная формула крахмала, то есть фрагмент молекулы крахмала. Гликоген или животный крахмал является сильно разветвленным резервным полисахаридом, состоит из остатков глюкозы. Углеводы в природе образуются в процессе фотосинтеза. Фотосинтез это процесс, при котором из неорганических соединений воды и углекислого газа в зеленом листе на свету. Происходит образование кислорода и органических веществ. Переходим на изучение свойства углеводов. Роль углеводов в организме человека велика, поэтому углеводы являются основным источником энергии, необходимой для работы всех органов, мышц, роста и деления клеток. Углеводы расшипляются очень быстро и высвобождаются много энергии. Богатая углеводами пища мгновенно создает ощущение сытости, не вызывая чувства тяжести в желудке. Итак, глюкоза встречается в составе в природе различных соединений. В винограде, в яблоке арбуз содержит, мед содержит, клубники и других фруктах и овощах. Глюкоза может существовать как в виде линейной, так и циклической в форме. Здесь мы видим линейную форму и глюкоза относится к альдозам и многоатомному спирту. В составе глюкозы в линейном строении видно, что имеется 5 гидроксогруппы. Это у второго атома, у третьего атома, у четвертого и у пятого. А у первого атома содержится альдегидная группа. Итак, всего гидроксильных групп 5, а альдегидная группа находится у первого атома углерода. Глюкоза еще называется альдегидоспиртом, так как мы узнали, что в составе содержится 5 гидроксильных групп и одна карбонильная, то есть альдегидная группа, то из альдегидной формы видно, что всего составляет 2% альдегидная форма глюкозы. Дальше, бета-форма глюкозы или альфа-форма глюкозы, она имеет циклическое строение. В альфа-форме составляет 34%, а бета-формы 64%. Существует еще одновременно такой переход, что они могут перейти друг в друга. Такое явление называется таутомерией. Они не являются изомерами. Изомер глюкозы является фруктоза. Фруктоза относится к кетозам. Значит, в составе фруктозы кетонная группа, которая имеется связь между углеродом и кислородом, она находится у второго атома углерода. Для молекулы глюкозы может быть линейными, так и деглюкозы, и циклическими. Так как мы видим, что характерно и линейное строение глюкозы, и циклическая форма глюкозы, альфа-глюкозы, бета-глюкозы, то здесь можно рассмотреть основные свойства глюкозы. Глюкоза – бесцветное кристаллическое вещество, она хорошо растворяется в воде, имеет сладкий вкус. Для глюкозы характерна реакция серебряного зеркала. Итак, в этом слайде вы видите, что уравнение образования глюконовой кислоты хорошо показано в реакции глюкозы с оксидом серебра в аммиачьем растворе. Итак, реакция протекает с выпадением серебра, поэтому данная реакция получила название реакция серебряного зеркала. Если к раствору глюкозы на холоде добавить раствору сульфата меди и щелочи, то образуется ярко-синий раствор. Здесь мы видим, что эта реакция является качественной реакцией на глюкозу, как многоатомный спирт. Итак, здесь глюкоза указана в линейном форме, и реакция протекает на холоде в присутствии гидроксида натрия. Гидроксид меди двухвалентный должен подготавливаться свежим, и реакция идет в сторону образования глюконата меди. Побочным продуктом является вода. Качественная реакция на многоатомный спирт, это реакция доказывает наличие гидроксильной группы. Как мы узнали, что раствор при глюкозе, когда добавляют сульфат меди и щелочи, то образуется ярко-синий раствор. Это значит наличие гидроксильной группы в составе глюкозы. Качественная реакция на альдегитную группу. Здесь показано уравнение глюкозы линейного строения с гидроксидом меди двухвалентным, который имеет синее окрашивание. А при нагревании сначала образуется желтый раствор осадок, дальше происходит при дальнейшем нагревании изменение краски до красного. Это говорит, что продуктом реакции является глюконовая кислота и образуется оксид меди одновалентный. Альдегидная группа в данном случае восстанавливает гидроксид меди двухвалентный до оксида меди одновалентного. Восстановление глюкозы протекает с низшими спиртами в кислой среде. С ядидами или в шелочной среде образуются простые эфиры. В данной реакции мы видим уравнение с низшими спиртами метанолом в присутствии газа хлороводорода. Образуется альфа-метилглюкозид. И второе уравнение образования простых эфиров, где бета-д глюконопироноза, то есть глюкоза еще называют глюкопиронозой. Так, эта реакция протекает в присутствии ядида. Метилоэдида в шелочной среде и образуется простая эфирная связь, то есть гликозидная связь. В зависимости от природы действующего фермента различают у глюкозы несколько видов брожений. Первое это спиртовое брожение. Процесс протекает с образованием метилового спирта и с выделением углекислого газа. Уравнение С6H12O6 получается 2CH3CH2OH плюс 2CO2. Второе брожение называется молочно-кислым брожением. Уравнение С6H12O6 получается молочная кислота 2 mol CH3CHOH COOH. И третье брожение называется масляно-кислое брожение. Уравнение С6H12O6 получается С3H7COOH плюс 2 mol водорода выделяется и 2 mol углекислого газа. Реакция идет в сторону образования масляной кислоты. Глюкоза вступает в реакции с различными веществами. Но впервые в 1861 году Александр Михайлович Бутлеров получил глюкозу из формальдегида. Уравнение 6HCOH в присутствии гидроксида кальция образуется глюкоза С6H12O6. Также характерна гидролиз. Крахмала при этом тоже образуется глюкоза. Гидролиз крахмала протекает в присутствии воды в кислой среде и при нагревании. При таких случаях образуется глюкоза. Уравнение С6H10O5N плюс N число воды и в качестве кислой среды участвует серная кислота. При нагревании образуется глюкоза. Формула С6H12O6. Это вот фото Бутлерова, который получил впервые глюкозу. Изучаем теперь представители дисахаридов. Сахароза. Как мы узнали, сахароза состоит из остатков глюкозы. Это значит альфа-глюкозы и бета-фруктозы. Самый распространенный дисахарид. Сахароза бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде, в два раза слаще, чем глюкоза. Температура плавления 160 градусов Цельсия. Малярная масса составляет 342 грамм на моль. Реакция сахарозы с гидроксидом меди дает появление яркого синего окрашивания, что характерно для многоатомных спиртов. Но при температуре красный осадок не образуется, то есть при нагревании, что указывает отсутствие альдегидной группы. Здесь мы видим уравнение реакции сахарозы с гидроксидом меди с образованием сахарата меди. Побочным продуктом является вода. Гидролиз сахарозы протекает в присутствии различных минеральных кислот. В данном слайде показано, что сахарозы при реакции с водой в кислой среде и при нагревании образуют два продукта реакции. Это глюкоза и фруктоза. Уравнение С12H22O11 плюс H2O равно С6H12O6 плюс С6H12O6. Первый продукт это глюкоза, второй продукт это фруктоза. Реакция сахарозы с гидроксидом меди показывает ярко-синее окрашивание, что характерно для многоатомных спиртов. Но при нагревании раствора красный осадок не образуется, что указывает отсутствие альдегидной группы. Сахарозу используют для получения различных кондитерских изделий, джемов, варенья и компотов, а также кондитерских изделий. Итак, мы сегодня на уроке рассмотрели с вами основное строение, то есть углеводов, в том числе моносахариды и дисахариды. Так, и рассмотрели основные свойства углеводов. Так, какие процессы протекают, какие вещества получаются. Так, рассмотрели также классификацию углеводов. Так, итак, давайте теперь перейдем на домашнее задание. Для того, чтобы проверить свои знания по данной теме, соответственно, сделайте, пожалуйста, ваше письменное задание в виде теста. Первое задание. Расположите вещества в порядке возрастания числа атомов углерода в составе молекулы. А. Сахароза, Б. Глюкоза, В. Рибоза. Второй вопрос. Тетрозы, пентозы, гексозы. Это А. Дисахариды, Б. Моносахариды, В. Полисахариды. Третий вопрос. Самый сладкий моносахарид. А. Глюкоза, Б. Фруктоза, В. Рибоза. Четвертый вопрос. Какой из моносахаридов содержится в крови человека? А. Рибоза, Б. Дезоксирибоза, В. Глюкоза, Г. Фруктоза. Шестой вопрос. Пятый вопрос. Углевод, который предотвращает свертывание крови? А. Рибоза, Б. Фруктоза, В. Гепарин. Итак, мы с вами закончили первую часть урока.